8 утра, день вылета. За 1000 рублей заказываем такси на 18 километр и идем вниз по этой тропе. Через 30 минут вы дойдете до горячих источников. И еще через 15 минут до Охотского моря. Потом стоянка туристов и скалы белые монахи. Движемся направо. После 10 утра на маршруте появились туристы. Они свистели, пели песни, громко разговаривали и всячески отпугивали медведей. Будут две высокие скалы, которые обходил слева. На высоте 2-3 метра от воды. Некоторые 5 минут плыли вдоль скал. Это центр столбчатого. Дистанция 4 километра. Время без купания в источниках и море час 10 минут. Это съемка в день прилета. Такси на 13 километр стоит 1200 рублей. И машина довозит до моря. На этом маршруте надо перелезть через одну скалу и долго идти вдоль моря. С собой надо взять резиновые тапочки. Придется идти по колено в воде. Я не знал и ходил бесяком. Мыс Столбчатый сложен наслоениями базальтовых лав вулкана Менделеева с хорошо выраженной столбчатой отдельностью в виде пяти и шестигранных колонн. В результате волновой эрозии массив вулканических пород постепенно разрушается. В результате чего мыс представляет собой живописную ответственность скалы высотой до 40-50 метров, вдающиеся в Кунаширский пролив, несколькими уступами. Постепенно скалы разрушаются, образуя подножие осыпи и скаминных столбов. На Кунашире очень много морского шиповника. Он в три раза больше нашего. Земля на горизонте – это Япония, остров Хоккайдо. До него 30 километров. Япония считает Кунашир своей территорией. С ней солидарен МТС, который на подходе к мысу Столбчатому. поздравил меня с прибытием в страну восходящего солнца и снял 2000 рублей за разговоры в международном роуминге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова